В прямом эфире телеканала Краснодар главные городские новости. Я Милана Урусова. Здравствуйте о самых важных и интересных событиях. К этому часу расскажу в ближайшие 30 минут и вот что вы видите далее. Солд-аут. А вы успели купить билет на первый домашний матч Лиги Чемпионов? Новые проекты и решения существующих проблем. О чем говорили на главной городской планерке? Говорят, его даже черт боится. Защитник, приходя на эту землю, он прежде всего созидал. О ком речь узнаете в выпуске. Ночной выпуск с реальности окружающей нас. Золотая, красивая и немного дождливая пора. Я сейчас об осени. Ее дыхание в минувшие выходные явно ощущалось на улицах кубанской столицы. Да и сегодня небо хмурится, а улицы застелил тот самый ковер из желтых листьев, про который когда-то пел Александр Розенбаум. Становится прохладнее, хотя это похолодание пока не кажется значительным. Полноценная осень у нас еще впереди. До следующего понедельника осадков по городу Краснодар мы не прогнозируем. При этом температура воздуха еще будет достаточно прохладная. До среды в ночные часы столбики термометра будет опускаться до значения порядка 80 градусов по Цельсию, в дневные часы не превышая 15-17 градусов. С четверга начнется повышение температуры воздуха. Оно не такое активно, к которому мы привыкли благодаря очень теплому сентябрю и началу октября. Но все же ночные температуры также останутся в достаточно прохладных пределах, но уже будут в пределах порядка 11-13 градусов. В дневные же часы температура воздуха будут на отметках уже около 18-20 градусов. То есть еще достаточно тепло и будет время еще насладиться красивой золотой осенью. Те дозы, которые мы с вами сегодня наблюдаем в течение дня, принесут с собой повышенную влажность, а значит не исключены туманы. Зато ветер будет умеренный, практически без порывов. Так что следите за прогнозами и стройте свои планы, исходя из погодных условий. От них порой может зависеть многое. Кстати, о планах привлекать инвестиции и увеличивать бюджет, чтобы выполнить все социальные обязательства перед жителями Кубани. Губернатор сегодня озвучил план социально-экономического развития Краснодарского края на ближайший год. Почему пандемия не помеха для развития региона, узнал мой коллега. Подобные совещания губернатор проводит обычно в конце года с установками на будущие несколько лет. Но сейчас дорог каждый день и всей административной машине приходится подстраиваться под новые условия. Если упрощенно рассказать о социально-экономическом плане развития региона, то прозвучит он примерно так. Не ждать, когда закончится пандемия, а развивать экономику уже сейчас. Сложно, коллеги, сложно сейчас что-либо прогнозировать. И я прекрасно понимаю, сложно. И прогнозировать поступление в бюджет, и прогнозировать развитие отраслей экономики, их устойчивость работы. Потому что, понятно, они завязаны на смежные предприятия, они завязаны на реализацию продукции, либо на поставку комплектующих и прочее-прочее из других регионов и даже стран. И поэтому, конечно, сказать, что вот им однозначно вот так и только так, невозможно. Но, тем не менее, мы должны идти и добиваться устойчивости экономики. И, как я уже сказал, траектории ее развития. Можно бесконечно ссылаться на пандемию, ссылаться на то, иное, третье, друзья. Но, еще раз подчеркиваю, жизнь же не останавливается. Пандемия закончится, а жизнь продолжится. И какая она будет, зависит в том числе коллеги от нас. Значит, мы должны даже в этих условиях делать все, чтобы эта жизнь людей в нашем крае была комфортной. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, все социальные обязательства пережителями Кубани будут полностью выполнены, пообещал Вениамин Кондратьев. Но, в отличие от популистов, губернатор прекрасно понимает, что для этого нужна уверенная экономика. Инвестиции, рост бюджета именно тогда можно не переживать и за социальную сферу. Что касается промышленности, развития которой вы, Венианович, справедливо считаете драйвером развития региональной экономики. Здесь мы планируем дальнейшее совершенствование инструментов и мер поддержки, в их числе программа субсидирования затрат промышленных предприятий на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств. По вашему поручению, уже в этом году будет докапитализирован фонд развития промышленности. Если выражаться языком экономистов, на сегодня в Краснодарском крае снизилась отрицательная динамика, то есть падение в отраслях замедлилось, что позволяет рассчитывать на активный рост деловой жизни в следующем году. Консолидированный бюджет края должен выйти на уровень не меньше 300 миллиардов рублей. Региональная казна остается социально ориентированной. Поликлиник тоже сегодня не хватает. У нас поликлиники существующие переполнены. Переполнены. Люди толпятся в очередях в ожидании того, чтобы попасть к тому или иному врачу. Конечно, мы если говорим о крае, динамично развивающемся, то, конечно, надо строить и поликлиники, безусловно, и продолжать строительство офисов врачей общей практики. Коллеги, еще раз говорю, я всего лишь опираюсь на то количество обращений, которые идут от жителей в мой адрес. Естественно, люди говорят о том, что нуждаются не просто в решении, а в скорейшем решении. Поэтому уж найти участки, коллеги, ну точно вы там должны в муниципальных образованиях постараться это сделать. А мы запроектируемся уже и построим поликлиники, ну там, где люди живут, в наших муниципальных образованиях. Поэтому я очень прошу коллег глав муниципальных образований уже начинать заниматься поиском участков в рамках протокола и совещания. Уж точно это надо будет сделать обязательно. Приоритетным направлением, конечно, остается и образование. Только в этом году в крае достроят 9 школ и 2 детских сада. Губернатор не снимает свое поручение и дальше возводить по 10 школ минимум каждый год. Хотел обратить внимание, чтобы мы более интенсивно рассматривали проекты государственно-частного партнерства. Мы сейчас активно обсуждаем вопросы ГЧП в сфере образования, строительства школ. Мы получим с точки зрения бюджета некую паузу в расходах на пару лет. И потом получим готовый объект и будем за него расплачиваться в следующем бюджетном цикле. Подходы в строительной отрасли главе региона пришлось менять чуть ли не вручную. Теперь разрешение на строительство жилого комплекса взять не получится. Пока в документации не будет прописано, когда и где появится, например, школа или поликлиника. Серьезный фронт работ предстоит и в дорожном хозяйстве. В следующем году должно быть отремонтировано 230 километров муниципальных дорог. Коллеги, это тоже принципиально важно. Муниципальные дороги, это, в первую очередь, те дороги, где живут люди. И по которым они ездят. Поэтому качество их должно быть тоже достаточно хорошее. Что касается в целом дорог, у нас край достаточно хорошо показывает динамику и роста, и в целом. Я хотел бы, чтобы мы сохранили эту динамику и ремонта дорог, и строительство новых. Сохранили. В следующем году завершат реконструкцию первого участка трассы Краснодар-Ейск. На особом контроле губернатор держит вопросы незаконной застройки лесов. Работу по сносу зданий, которую начали сейчас, продолжат и дальше. Из 62 территорий, уже 20 территорий полностью зачищены. Демонтировано 71 объект. И как капитальный, так и некапитальный. Также в настоящий момент предъявлено 60 исковых заявлений. Из них по 30 уже вынесено положительное решение. Одной из самых болезненных сфер остается жилищно-коммунальное хозяйство. Огромные деньги, 10 миллиардов рублей, уже направлены на то, чтобы обеспечить качественным водоснабжением Геленджикна в Российск и Ейский район. Строительство магистральных водоводов – работа не одного года. Но к ней уже приступили, несмотря на кризис. Сегодня время вызовов. И это время проверки правильности наших действий, приоритетности. Мы инвестируем, инвестируем средства бюджета в те или иные отрасли экономики. И надеемся, что благодаря нашим инвестициям мы их модернизируем. Мы сделаем их современными. Естественно, мы надеемся на отдачу, на возврат инвестиций. И не только в виде налогов в бюджет, а в виде новых предприятий, рабочих мест. Вот это мы сегодня должны увидеть. Правильность, еще раз подчеркиваю, инвестирования бюджета, бюджетных средств в нашу экономику. И если мы не ошиблись, коллеги, не ошиблись, мы получим возврат. Очень серьезный возврат, тогда, когда он нам максимально необходим в рамках вот этих вызовов сегодняшних и главного вызова пандемии. Но мы должны получить возврат средств. Антикризисные меры уже дают свой результат. Один из главных показателей работающей экономики – объем отгруженной продукции в промышленности. В следующем году по расчетам составит почти полтора триллиона рублей. Естественно, это и финансовые возможности бюджета, которые позволят в 2021 году проиндексировать все социальные выплаты в регионе. Перейдем от краевой повестки к городской. В центре Краснодара смогут проводить балы. Металлические ограждения вдоль дорог ставить не будут. А доходы от облигаций направят на содержание скверов и парков. Такие предложения обсуждались сегодня на главной городской планерке в администрации краевой столицы. Тему продолжит Денис Сенькин. Глава города Евгений Первышов обратил внимание на то, что бюджетных денег на содержание вновь образованных зеленых зон не будет хватать. Для ликвидации дефицита средств могут помочь облигации, отметил мэр. Соберите лучших экспертов в городе Краснодаре, финансистов, экономистов. Поработайте, пожалуйста, над выпуском муниципальных инфраструктурных облигаций. Облигационных займов. Облигационных займов. Глава также отметил, что пора уже прекратить устанавливать ограждения вдоль автомобильных дорог. По словам мэра, эти металлические конструкции не вписались в городской облик. При этом они никак не защищают при авариях. Здесь необходимо потихоньку, я думаю, что продумывать механизмы в части, ну не то, что их замены, а хотя бы как-то их использовать в виде зеленого, может быть, каркаса, с высадкой дополнительных зеленых насаждений и так далее. Понятно, что они уже стоят на балансе, их тяжело сегодня будет списать, но тем не менее новых, я рассчитываю, не должно у нас уже больше появляться. Надо другие технические решения, которые бы создавали безопасность дорожного движения как для автомобильных, так и для, соответственно, жителей города, которые перемещаются в пешем порядке. Идет работа по созданию исторического квартала города. Планируется, что под открытым небом на площади 0,6 гектаров объединятся под единой концепцией несколько значимых архитектурных объектов. Сейчас идут обсуждения того, что будет расположено на этой территории и как будет выглядеть квартал в целом. Архитекторы, историки и экскурсоводы предлагают разместить в зданиях музеи, выставки, галереи и кафе. Здесь можно будет проводить исторические реконструкции, балы, лекции, фестивали и концерты. И Евгений Первышев поручил не затягивать этот процесс. «Коллеги, ну давайте двигаться дальше. Просто процесс далеко ушел у нас в обсуждении, дискуссии, мнении и так далее. Это все правильно. Мы должны всесторонне, конечно, готовиться и обсуждать. Но эта история уже длится достаточно много. Прошу ускориться в части разработки уже эскизного проекта. Сколько у нас историков, столько мнений, столько решений и предложений. Давайте остановимся на тех предложениях, с которыми все согласны, и от них отталкиваться и идти дальше вперед». Если темпы работ потерять, то и вся идея исторического квартала может погибнуть. А этого ни в коем случае допускать нельзя, добавил мэр. Денис Сенькин, Михаил Дроздов, телекомпания «Краснодар». К слову о городской администрации. Судьба голубых елей у здания под пристальным вниманием специалистов. 12 деревьев, украшающих часть главной городской площади, могут исчезнуть. Дело в том, что они поражены различными заболеваниями. Экологи их сегодня осмотрели. Представители Центра озеленения сообщили сотрудникам администрации не самые приятные варианты развития событий. «Можно разработать систему защиты и обрабатывать эти деревья. Но это, с одной стороны, запрещено законодательством, и, с другой стороны, болезни носят хронический характер, от них полностью избавиться не удастся. То есть, это нужно все время, получается, обрабатывать эти деревья. Вот. И второй возможный вариант – это удаление этих деревьев, спил и дальнейшая утилизация растительных остатков, порубочных, сжигания или обработки». Но сотрудники администрации не хотят так просто расставаться с уже родными елями и готовы рассмотреть любые более позитивные варианты развития событий. «Если все-таки это невозможно, рассмотреть второй вариант о переносе их в какой-либо из парков города Краснодара, чтобы тоже бы они вписались хорошо в ландшафт наших парков. Там не такое видное место. Я думаю, они бы еще долгое время радовали бы жителей города». Что будет с «Зелеными красавицами» узнаем совсем скоро. А еще доделать до конца свое творение на стене городской мэрии Краснодара планирует известный итальянский художник Луиджи Мария Мураторе. Напомним, в Краснодаре он должен был появиться еще весной, были выписаны билеты и оформлена виза. Но из-за эпидемиологического превышения порога заболеваемости в Италии прилет стал невозможным. Сегодня в своем письме главе нашего города мастер сообщил, что не намерен бросать начатое. И как только границы будут открыты, он предоставит творению законченный вид. Сам Луиджи выразил надежду, что случится это как можно скорее. Осень, как я уже говорила, вступила в свои права. За ней неизбежно придет и зима. Но зима – это не просто время года. Это время чудес. Маленькие жители Кубанской столицы ждут этого больше всех. Даже если традиционных ярких представлений в связи с пандемией не будет, сладкие подарки никто у ребятишек не заберет. Свои президенты получат более 17 тысяч детей. С этого вопроса началось планированное совещание депутатов Городской думы Краснодара. О чем еще говорили народные избранники, прямо сейчас смотрите в нашем сюжете. Этим летом в краевой закон о предоставлении многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, были внесены изменения. Теперь граждане, ранее получившие участок в аренду под строительство дома, могут бесплатно оформить его в собственность. Всего на очереди стоят 5,5 тысяч краснодарских семей. Но пока муниципалитету не хватает нужного количества земель. Этот вопрос поднимали сегодня депутаты на планерном совещании Городской думы Краснодара. И отдельная тема – подведение к этим землям инженерных сетей. Все земельные участки на сегодняшний момент обеспечены водоснабжением. Практически все, за исключением пригородного, у нас электрифицированы. Но в этом году будут пригородные также работы завершены. По газу тоже достигнуто соглашение, договоренности с нашими ресурсно-снабжающими организациями. И в следующем году тоже и в этом направлении будет определенное позитивное движение вперед. В поселке Новознаменском планируется нарезка земель площадью порядка полутора тысяч гектаров. Для контроля над исполнением закона будет создана тематическая комиссия под руководством заместителя-председателя Городской думы Краснодара Зорика Садаяна. Действительно проблем и трудностей очень много, особенно в обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков. Но справедливости ради хочу подчеркнуть, очень большой объем работы уже выполнен. И надо дать должное департаменту строительства и лично Аганову Артему Вячеславовичу, который действительно предметно занимается разрешением данных проблем. Что нужно ребенку для счастливого детства, кроме крепкой семьи и уютного дома? Конечно, беззаботные игры с друзьями на свежем воздухе. Это понимают и народные избранники. Замена старых, поврежденных игровых элементов на детских площадках – вопрос приоритетный. Конечно же, необходимо демонтировать оборудование, которое представляет угрозу жизни и здоровью детей. Это действительно так. Но есть критерии физического износа, и у нас есть вопросы. Но не только у нас, у жителей есть вопросы. Поэтому, когда собирается комиссия и определяет, что необходимо демонтировать, мы просим включить в данную комиссию либо старшего дома, либо специалиста ТОС, который бы объективно, в том числе, не только глазами эксперта, но и знанием своего дела, данной площадке мог бы сказать, что действительно объективно необходимо оборудование. Этот вопрос требует более тщательного рассмотрения. Депутаты вместе с уполномоченными специалистами решат его уже более узким кругом. Кристина Сорокина, Павел Сагайдак, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар». В минувшую субботу наш край отметил День кубанского казачества и 324-летнюю годовщину образования кубанского казачьего войска. Торжества прошли в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. О празднике и немного об истории кубанского казачества расскажем в нашем материале. 324 года назад казаки вместе с Петром I участвовали во взятии турецкой крепости Азов. В той битве они уничтожили две галеры и девять малых судов. Позднее их потомки составили основу хаперского полка, который тоже совершил немало славных дел. Но именно тот поход 1696 года можно считать началом истории кубанского казачьего войска. Но есть и другая версия, почему 14 октября для кубанских казаков большой праздник. В 1990 году как раз в эти дни проходил первый всекубанский учредительный съезд, где было принято решение о создании кубанской казачьей рады. Был избран атаман и учреждены символы – флаг, гимн и войсковой герб. Кроме того, 14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, которая на протяжении веков считается покровительницей воинов и казаков. 30 лет назад для истории, в принципе, это небольшой срок. Но за этот путь казачество Кубани прошло большой путь. За это время было совершено много хороших дел. Это и охрана общественного порядка, это и участие тысячи кубанских казаков в возвращении Крыма в состав России. Кубанские казаки – славные воины, защитники и хранители традиций. Сегодня они, как и несколько веков назад, не только оберегают нашу родину, но и чтят ценности своих предков. Защитник, приходя на эту землю, он прежде всего созидал, строил храмы, затем возводил мукомольни, был пахарем, занимался производством. То есть это всесторонне развитый защитник своего отечества, несущий традицию основную – это мира на земле. В этот день десятки лучших получили грамоты атамана Екатеринодарского районного казачьего общества. Формат немножко изменен, но праздничное настроение никто не отменит, поэтому в этом году в усеченном формате божественная служба, литургия в главном соборе Краснодарского края. Кубанское казачье войско – одно из самых структурированных в России. В его рядах уже 160 тысяч человек с членами семьи. Из них почти 52 тысячи взяли на себя обязательства по несению государственной службы. Это неотъемлемая часть Кубани, ее гордость и часть великой культуры. Алексей Шулепов, Сергей Овчинников, Дмитрий Кислицын, телекомпания «Краснодар». Прямо сейчас прервемся на рекламу, на будет короткой не переключайтесь, впереди еще много интересных и важных новостей. Сами носим и вам советуем. Где вам необходимы медицинские маски, расскажем через пару минут. Для тех, кто только что присоединился к эфиру, напомню, это главные городские новости на телеканале «Краснодар». Мы продолжаем. И следующая информация не самая утешительная. 102. Именно столько новых случаев заражения за последние 24 часа выявлено в Краснодарском крае. Среди пациентов 58 женщин и 44 мужчины. 12 из них – дети. 40 – заразившихся, выявлено в Краснодаре. 11 – в Сочи, 10 – в Лобинском районе. Общее число заболевших на сегодняшний день почти 16 тысяч. Более 11 тысяч выздоровели. 353 человека спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ЭВЛ находится 27 пациентов, еще двое на ЭКМО. Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 31 октября. По-прежнему в крае нельзя проводить развлекательные мероприятия и собирать больше 100 человек в одном месте. Людям старше 65-летней необходимо сидеть дома, соблюдать режим самоизоляции. Среди этих тревожных цифр – заболевших и умерших – легко не заметить еще одно число, отражающее количество победивших коварный вирус. К счастью, таких людей довольно много. Как было сказано выше, их на Кубани уже 11 тысяч. Но за сухими единицами скрываются тяжелые дни, недели и месяцы борьбы не просто за здоровье, но и за жизнь пациента. Продолжит тему Дмитрий Пономарев. Коронавирус нового типа еще мало изучен. Симптомы болезни у разных людей могут быть абсолютно непохожими. Не сразу можно даже понять, что вы подхватили ковид-19. Так случилось и с краснодаркой Анной Синицкой. Когда женщину начал беспокоить глаз, она подумала, что это небольшое воспаление, которое вскоре пройдет. Второй на третий день у меня поднялась небольшая температура, 37,2-37,3. И я подумала, что меня продуло, потому что очень сильно стала болеть шея, спина. Знаете, вот как будто остеохондроз воспалился. Я еще потеряла несколько дней, думая, что это остеохондроз, и пыталась его лечить. Только когда дочь настояла на том, чтобы женщина обратилась к специалистам и сдала анализы, стало известно о том, что в ее организме давно хозяйничает коронавирус. Для того, чтобы в полной степени изучить состояние своего организма, Анна Викторовна прошла исследование на томографе. По словам женщины, КТ показала, что ее легкие поражены на 20%. Меня поднялась очень высокая температура, я потеряла сознание. После этого вызвали скорую помощь, но, к сожалению, ждать ее пришлось очень долго. С 14 часов скорая все-таки подъехала, меня забрали, и возле больницы я потеряла сознание второй раз. Весь период лечения температура держалась на уровне 37,5, 38 градусов, но тело женщины совершенно не слушалось. Болезнь протекала тяжело. Палата на три недели стала вторым домом. У меня болезнь протекала с одним из самых плохих осложнений. У меня начался цитокиновый шторм. Этой больнице, слава богу, спасли, вытащили меня. После этого восстановление проходит уже в течение полутора месяцев. Сильная слабость, тяжелое дыхание, постоянная усталость и истощенная нервная система – все это и сейчас сопровождает Анну Викторовну в период реабилитации. Восстановится ли организм полностью неизвестно, но в наших силах не доводить самих себя до такого состояния. Необходимо помнить о том, что болезнь существует. Самое простое, что можно сделать в такой ситуации – носить маски, мыть руки и обрабатывать поверхности, с которыми контактируйте. Дмитрий Пономарев, Денис Сенькин, телекомпания «Краснодар». И в продолжение темы носить или не носить маску сегодня уже не вопрос, однозначно носить. А вот где и кому нужно это делать, расскажем в нашей инструкции. Берегите себя и своих близких. Эта фраза в свете последних событий стала не просто добрым пожеланием здоровья, а предостережением. Носить маску сегодня необходимо, но делать это нужно не только в транспорте. Напомним, что масочный режим на территории всего нашего региона ужесточен. Оперштаб опубликовал информацию о ношении средств индивидуальной защиты. Даже если вам кажется, что в вашем окружении нет заболевших, маску лучше использовать по назначению. Люди вокруг могут болеть бессимптомно и при этом заражать других. Конечно, в трамваях и троллейбусах риск подхватить болезнь велик, но не меньше он и на улицах, особенно там, где много людей. Это могут быть остановки общественного транспорта, парки, скверы, рынки, торговые центры и офисы. В этих местах маска необходима. Вирус ведь не выбирает. И, кстати, детей тоже нужно оберегать. В соответствии с рекомендациями ВОЗ и детского фонда ООН детям в возрасте 12 лет и старше рекомендуется использовать это средство индивидуальной защиты по тем же правилам, что и у взрослых. Но еще один аргумент в пользу масок – предупреждение и даже штрафы за их отсутствие. Так что берегите и свое здоровье, и кошелек. Легкий путь не всегда верный. Многие краснодарцы после ДТП пользуются услугами автоюристов, чтобы те выступили как посредники и решили все вопросы со страховой. Согласитесь, очень удобно. Только вот далеко не все из них работают добросовестно. Зимой 2017 года Константин Тукмачух попал в аварию. Повреждения на машине были не слишком серьезные, но все же обидно. И ситуацию хотелось решить побыстрее. Автоюристы предложили свои услуги. Мне позвонили, предложили продать дело. Естественно, я согласился, чтобы не стоять в очередях в страховой. Встретились в внутренней конторе, доверенность подписал, деньги отдали, я уехал. Также поступила и Ольга Лебедева-Воронцова. Звонок автоюриста раздался еще до приезда в пункт оформления ДТП. И, подобно Константину, она согласилась продать свое дело за 40 тысяч рублей. И, забыв об этом деле, на два года благополучно, я уже даже поменяла машину, забыла, у меня все хорошо. Приходит повестка о том, что я не явилась в суд. Я была в шоке. Но представьте, день рождения у ребенка, отличное настроение. И тут мне нужно выяснять, что же произошло. Но это не самое абсурдное в этой ситуации. В итоге и Константина, и Ольгу обязали оплатить налог 13% от суммы с штрафных санкций, которые получили недобросовестные посредники. Ведь по закону налог оплачивают владельцы автомобиля. И таких, как наши герои в Краснодаре, очень много. А все дело в том, что по подписанным ими договорам цессии автоюристы получают право требования денег у страховой. И за это право заплатили, выкупив у пострадавших в ДТП их дело. А вместе с договором цессии недобросовестные посредники на подпись дают и доверенность на получение денег. Конечно, среди всех юристов есть и те, кто работает добросовестно и лишь представляет интересы в суде, без получения выплат. Но и здесь есть подводные камни. Например, стоимость услуг такого специалиста может оказаться больше суммы полученных выплат. Поэтому выгоднее все же самостоятельно обратиться в страховую компанию. Сделать это можно в течение пяти дней после ДТП, предоставив все необходимые документы в страховую. Их список можно найти на сайте Российского союза автостраховщиков или на официальном сайте вашей страховой компании. После ваши заявления рассмотрят в течение 20 дней. Еще одно преимущество обращения напрямую в страховую – бесплатные услуги финансового уполномоченного. Он поможет в случае, если размер выплат вас не устраивает. Так что не бойтесь очередей и боритесь за свои права самостоятельно. Татьяна Зеленова, Дмитрий Кислицын, Павел Сагайдак, телекомпания «Краснодар». Одним словом, будьте бдительны и осторожны. Ну а мне, несмотря на то, что сегодня понедельник, хочется поговорить о выходных тех, что предстоят нам в следующем 2021. В следующем году нас ждет три десятка праздничных дней. Новогодние каникулы продлятся 10 дней, а еще и 31 декабря будем отдыхать. Постановление об этом уже подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Итак, давайте по порядку. Как вы уже поняли, последний день года будет выходным. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, а при таком раскладе статус выходных обычно присваивается другим дням. Ими стали 5 ноября и 31 декабря следующего года. Оба дня выпадают на пятницу. А вот в феврале, как прояснили, в Роструде пришлось пожертвовать одной нерабочей субботы – 20 февраля. Ее перенесли на 22 число – понедельник, чтобы не дробить дни отдыха. Всего в году получилось 7 праздничных периодов. Самым длинным из них стали новогодние каникулы. Они продлятся с 1 по 10 января. В феврале праздники растянутся на три дня – с 21 по 23 число, однако предшествующая им рабочая неделя будет шестидневная. 8 марта выпадает на понедельник. Но праздник захватит субботу и воскресенье. Отдыхать россияне будут 6, 7 и 8 марта. В мае праздничных периодов будет два, но оба они короткие, по три дня каждый. Отдыхаем с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая. В июне россияне смогут отдохнуть три дня подряд – с 12 по 14 июня. Менее насыщенное праздниками станет вторая половина года. Длинные выходные наступят только в ноябре, когда россияне смогут отдохнуть сразу четыре дня подряд – с 4 по 7 ноября. На этом наш эфир завершается. Еще больше важных и интересных новостей найдете на нашем сайте tv-crasnodar.ru и на страничках в социальных сетях. Мы есть во всех. Я ненадолго прощаюсь с вами. Увидимся скоро на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова